всем привет с вами снова виктор болит сегодня хочу поделиться с вами одной проблемой которая бывает у многих людей речь идет об аденомии слюной железы то есть у нас у всех есть слюная железа довольно таки очень такая сложный такой сложный орган который находится здесь к горле то есть везде колец если вы зайдете в интернет можете досконально изучить довольно таки сложная конструкция вот эта конструкция она иногда забивается да то есть вот эти потоки все где выходит слюна в область арта бывает воспаляется и ужасные вещи происходят на аденома и всякие прочие такие воспаления бывает вот такая щека или горло там еще что-то в интернете очень много информации вот как это у меня тоже воспаление такое получилось что постоянно вот как бы чувствовал какой-то бугорок то появляется то уходит то появляется по снова уходите и долго я не мог понять что это такое пошел к врачам зубную зубнушку даром зубному врачу он посмотрел сделал снимок все нормально колеца кифер на проверили колец и челюсть тоже все нормально и на этом не остановились я зашел в интернет очень много информации поискал и нашел что в общем-то слюны и железы они могут воспаляться особенно вот я заметил когда я что-то острое поем сразу получается воспаление или кислое например яблоко какое-то кислое или там чеснок или там лук или еще что-то перец на то у меня это воспаляется обычно я это дело пока убрал то есть острое или стараясь как-то это размешивать чем-то разбавлять ну так вот воздерживаясь но это одно то есть в этот период может быть острова меньше потреблять если как раз воспалилась слюнная железа на выходе скажем это все канала здесь есть такие канальчики значит еще что хорошо что я начал делать я начал делать дренаж слюной железы то есть очень важно чтобы у вас всегда было достаточно слизи на слюны так сказать не слизи и слюны с ним слизь это плохое слюна это хорошее вот я например за день вот у меня с такой бокал а самым видите довольно таки большой да вот таких я за день выпивая три штуки в одном помещается литр воды то есть это чистая фильтрованная жидкость и вот за я выпиваю таких два-три штуки но я на фитнес хожу занимаясь спортом сауны и поэтому как говорится потею поэтому нужно здесь больше воды и вот когда вы кушаете да у вас тоже рот должен быть полость рта полностью в слюне то есть слюна нам помогает переваривать пищу когда получается дренаж все это очищается прочищается намного лучше работать чем мы если вы на сухую что-то перекусываете да когда могут это это дело может сильная железа воспалиться и так первое значит достаточно воды пить 2 если вы кушаете то очень хорошо нужно пережевывать до 30 40 раз до потихонечку кушать никуда не торопиться и утром ну я вот например когда мне воспаление было я даже даже делал три раза в день вообще нужно вообще нормальному человеку утром делать дренаж слюной железы то есть берете обыкновенная такое хорошее масло какой-нибудь там оливковое подсолнечное обыкновенное нормальное качественное масло до наливаете например ложечку ложечку наливаете такую большую ложку ее в рот берете масло я сейчас не взял потому что иначе не смогу разговаривать вот я утром беру в рот масло и вот так вот 20 минут смогу потихонечку потихонечку смогу туда-сюда и меня полный рот при этом наливается слюны то есть полный рот слюны за 20 минут столько много слюны образуется из-за масла и масло она очищает все протоки все 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 прочищается потом когда вы это дело вы примите масло со слюной вы увидите что это жидкость она будет как молоко белая такая белая то есть это миллиарды миллионы бактерий вирусов шлаков отходов вашего производства вашего организма вот такой вот дренаж нужно делать каждое утро очищение если есть какие-то воспаления во рту то можно даже три раза в день делать это не повредит ни в коем разе не повредит если вы прочистите свои слюны железы и так с вами был виктор болит следующем ролике еще что-то интересно расскажу здоровья вам и удачи пока пока